Ни за что не угадаете, ребята, что это за колонки. В гугле не смотреть. Ленточный твиттер, алюминиевый басовик, беспроводное подключение, активные, с балансными делами, с внутренним цапом. Что за зверь такой, а? А это, парни, колонки Edifier. То есть, да, те самые мультимедийные, которые дешевые, пластмассовые, у вас возле компа стоят. Только Edifier теперь делает реальный хай-энд. И там такое, там такое. Смотрите, короче, дальше. Тут реально вагон есть чего рассказать. Но начнем издалека, как обычно. Значит, компания Edifier это китайский производитель акустики. Ну, скажем так, гигантский китайский производитель акустики. Они чуть ли не на первом месте по производству колонок у себя на китайском рынке. Ну и вы сами знаете, что Edifier это то, что продается у нас в каждом ларьке. У них там собственный гигантский завод, R&D, в общем, все пироги. Теперь, шу-шу-шу, склейка, монтаж. А вот этот человек по имени Фил Джонс, старый музыкант, басист. Начал собирать басовые усилители и сами, собственно, бас-гитары еще в 13 лет, в 60-е годы. Стал производителем культовых басовых комбиков и усилителей. Основал компанию American Acoustic Development, AAD. Может быть, помните еще, да, старые аудиофилы? В 90-е этот самый Фил Джонс наградил вот такие вот сверхколонки под названием Air Pulse за, внимание, 175 тысяч долларов. Тех еще девяностовских долларов, понимаете? И вот здесь мы уже подходим ближе к делу. Кроме того, у него еще есть линейка гитарных усилителей под названием Air Pulse. И вот эти самые колонки, они называются Air Pulse A300. И их сделал тот самый Фил Джонс, только на этот раз в партнерстве с китайским гигантом Edifier. Представьте себе. О, сюжет! Забавно, кстати, что Edifier же реально начал копать в сектор Хаэнда. Например, вы знаете, что лет пять назад Edifier купил целиком со всеми потрохами компанию Stax. Те самые электростатические японские наушники, при этом они по-прежнему производятся в Японии, никаких китайских дел, все нормально, да? Но принадлежат Edifier. И вот эти вот колонки, друзья, самые интересные, примерно те же самые, что делал Фил Джонс под брендом AAD American Acoustic Development 15 лет назад. И стоили они, а вот сейчас держитесь крепко за свои стульчики, стоили они тогда 15 тысяч долларов. Ну, ясный пень, Хаэнджи. А вот эти, в партнерстве с Edifier, которые ничем на самом деле не отличаются, стоят 78 тысяч рублей деревянных наших. Чувствуете разницу, да? Это за ленту люминь-4 усилителя и поддержку хайреза. Ну вот теперь, когда вы знаете всю предысторию, можно поговорить о самих колонках. Ну, в принципе, можете считать, что это типичные настольные Edifier. Можно их поставить на стол. Ну, может быть, они чуть лучше, чем обычные настольные Edifier, да? Вы понимаете. Итак, это активные мониторы с биампингом, в каждой стоит по два усилителя, на верхах по 10 ватт, на низах по 70 ватт. Басовики алюминиевые. Твиттеры ленточные в рупоре, причем это твиттеры, ну, такого класса качества и качества звука, ну, которые обычно стоят в колонках там за 7 тысяч долларов, а не за 70 тысяч рублей. Врубить в колонки можно аналог по балансу или по RCA, можно цифровой сигнал по оптике, по каксиалу или по USB. Соответственно, внутренний ЦАП съедает разрешение до 24 бит, 192 килогерц, то есть хай резик, пожалуйста, пускаем. Можно регулировать отдельной ручкой входной уровень и можно крутить тембры, но при этом здесь тембр-блок такой, знаете, нельзя выкрутить пердящий бас, там реально плюс-минус 3 децибела, не больше. То есть это для настройки работы колонки в помещении, то есть если чуть-чуть подгуживает, может чуть-чуть прибрать низы, или там, если переглушено помещение, чуть-чуть дать остроты наверху. Ну а вообще Фил Джонс, как вы понимаете, правоверный басист, поэтому в этом диапазоне понимает больше, чем мы все с вами вместе взятые. Поэтому вот он считает, что эти колонки вообще не требуют сабвуфера, хотя это полочники при этом, да, и поэтому там даже нет никакого выхода на сад. И вот тут я должен сделать экскурс в конструкцию той системы, которую я здесь нагородил, потому что, в принципе, это действительно абсолютно полноценные колонки. Они здоровые, у них невероятно качественно задемпфирован корпус, там вот такой вот МДФ сверху шпон. Ну, короче говоря, они каждая по 15 кило весят, шутка ли. И поэтому, если вы их поставите, ну, как бы традиционно в нормальной комнате, то есть где-то в полуметре от стены, там баса вот так вот будет, да. Но здесь, в невероятно модном шоуруме, с дико дорогими системами, я их должен был поставить в центре комнаты. Ну, и на самом деле, мне так интересно было послушать. Поэтому здесь я использовал еще и дополнительный сабвуфер. Если честно, я его прикрутил, потому что мне, в принципе, нравится эта система. Вы помните этот сюжет про Реллы, да, вот мне реально это вставило. О, это очень круто играет, поэтому я специально их выдвинул в середину и поставил саб Релл, потому что, ну, вот да, эти полочники, они реально играют от 40 Гц. Там баса дофига, но вы же помните, что Релл, это реально та штука, которая нужна колонкам, которым, в принципе, не нужен сабвуфер. Вот это так и работает, вот это звучит. Но технически, в нормальной жизни, вам саб здесь не нужен. Просто саб вам здесь точно не нужен. То есть, если бы мне сказали, что эти колонки стоят 7 тысяч долларов, а не 78 тысяч рублей, то я бы, ну, может быть, я бы посетовал на... Кстати, я не знаю, на что бы я посетовал, потому что, ну, здесь вот реально есть определенное понимание того, что люди не хотели сделать красивые хай-эндные колонки. Да, здесь все очень прагматично. Матовые финиши, деревяшка, тем не менее, натуральная, да, вот эти все хорошие материалы, они дико круто сделаны. Они, правда, вот с точки зрения того, как они собраны, очень здорово. И вес, и все остальное, ну, то есть, а, сори, есть лак, лак есть. И в очень странном месте, понимаете, в раструбе фазоинвертора, посмотрите. Это, видимо, все-таки вот китайская сущность Edifier изнутри пролезает. Еще из забавного, вся внутренняя проводка, посмотрите, большая надпись, сделана проводом Transparent, да. Ну, кстати говоря, хорошие провода, правда, у меня здесь не нашлось таких, поэтому пришлось все подоткнуть Nordostom Frey. Ну, а что делать? В комплекте к колонкам, кстати, тоже есть эффектный провод, посмотрите, это Дин, который соединяет их между собой в палец толщиной, а. Вот это вещь. Еще тут по комплектации межблочник RCA, оптический провод, есть USB провод, есть переходник с RCA на миниджек, ну, понятно, для подтыкания китайского смартфона. Есть пульт управления, кстати говоря, слушайте, ну, нормального, адекватного дизайна, приятный, хорошо работающий, это прям хорошо. Ну, и, конечно, самое главное, белые перчатки, а, ну, вы поняли, это же хай-энд, ребята. Еще важное по функционалу, здесь, конечно же, есть примочка для девочек и ваших пьяных друзей, а именно Bluetooth 4.1. Но, реально, ребята, это не те колонки, на которые стоит играть музыку с телефона по Bluetooth. Поэтому я подрубил сюда проигрыватель CD Burmester за 1 миллион 700 с чем-то тысяч рублей, ну, потому что, на самом деле, вот сюда что-то такое примерно и нужно. Э, интересно, думали ли китайские, так сказать, рабочие, которые собирали эту штуку, к чему я ее подключу, а? Но, на самом деле, это, правда, адекватное сочетание, потому что это реально хай-энд. И это не китайский хай-энд, вот в этом плохом смысле слова с Алиэкспресса, да? Это, несмотря на гордое Made in China, реально взрослый хай-энд. То есть, я к этому подпредраться не могу. То есть, в теории, это, вроде бы, да, вот эти самые компьютерные колонки, к которым ты, по идее, подключаешься по USB со своего компа и ставишь, ну, не знаю, на краю стола. Но это аппарат, который находится в совершенно другой лиге. Это реально взрослый звук. И поэтому, если вы поставите вот это на стол вокруг своего писюка, то я вас уважать, ребята, не буду. Вот эти штуки стоят настоящей достойной хай-файной расстановки. Да, кстати говоря, у них же есть комплектные стойки, тоже с отделкой дерева, и стоит, как обычно, у Edifier каких-то смешных денег. 15 тысяч рублей. Ну, я думаю, что Sonos Faber взял бы за них 150 сразу, не думая. И, конечно, это только на стойках. Это только полноценная нормальная расстановка в комнате, потому что они требуют пространства. Это большая, серьезная акустика. Ей нужно жить, ей нужно играть. И она, на самом деле, играет, потому что здесь проработка деталей, без вопросов. Здесь масштаб есть, сцена есть, глубина есть. То есть, это технически почти вообще безупречная игра. При этом по характеру, ну, они такие, знаете, на удивление, мониторные такие колонки. Ну, почти со студийным таким характером. Потому что тут реально очень нейтрально все играет. То есть, очень ровный диапазон. И даже вот этот ленточный твиттер, он не дает обычный для него характерный такой, ну, вот, сладковатый и излишне мягкой окраски. Вот здесь вот какой-то очень ровный. То есть, да, здесь есть вот этот фактор ленты, который сказывает на том, что у тебя нет рези, да, нет резкости в верхних частотах. Но они при этом как-то совершенно не окрашены. Удивительно, как они этого добились. И при этом всем, ребята, это колонки Edifier. Ну, то есть, я реально в здравом уме не мог себе представить, что я когда-нибудь буду обозревать колонки этого бренда. Ну, а если говорить серьезно, то это реально удивление. Просто абсолютно взрослый, серьезный звук. Это класс хай-энд, без всяких вопросов. При этом за эти деньги это вообще просто удивительное рядом. Рядом.